Сегодня я хотел в своем докладе затронуть тему эпидемиологии меланомы слизистых оболочек, методы диагностики и немножко обсудить варианты локального лечения меланомы слизистых оболочек. Всего хочется сказать, что меланома в структуре целокачественного образования — это 5% всех опухолей. При этом из этих 5%, которые отводятся на меланому, меланомы слизистых оболочек составляют всего лишь 2%. То есть меланомы слизистых оболочек — это очень редкая опухоль. По данным 2013 года в Европе было зарегистрировано всего лишь 850 случаев меланомы слизистых оболочек. При этом основными локализациями являются меланомы полости рта, гортани, эндоназальные меланомы, а также меланомы желудочно-кишечного тракта, мочепылового тракта. При этом, если говорить о распространенности и факторах риска, то меланомы слизистых оболочек возникают в основном у людей в 65 лет и старше. Это средний возраст диагностики меланомы слизистых оболочек. При этом распространенность и первичная заболеваемость составляют всего лишь 6,3 случая на 1 миллион населения. То есть, опять же, это очень редкая опухоль. В отличие от той же меланомы кожи, первичная заболеваемость, которая растет, и прежде всего за счет ранней диагностики и за счет так называемых тонких форм меланом, то есть толщины по брестлу менее 1,5 мм. При этом меланомы слизистых оболочек в 50% случаев локализуются на слизистых оболочек в области головы и шеи. Это опухоли полости рта, опухоли полости носа, реже глотки и гортани. 37% приходится на опухоли желудочно-кишечного тракта и около 4% на мочевые пути. Какие же факторы риска существуют при возникновении меланомы слизистых оболочек? В отличие от меланомы кожи, роль ультрафиолетового излучения при меланоме слизистых оболочек практически нулевая. Прежде всего, это обусловлено тем, что слизистые оболочки практически не контактируют с ультрафиолетовым излучением. При этом роль каких-то вирусов, которые могут привести или иметь повышенный фактор риска при развитии меланомы слизистых оболочек, также не доказана. Роль химических канцерогенов также не доказана, однако курение является фактором риска такого заболевания, как меланоза полости рта, который называется также меланозом курильщика. И вот при наличии меланоза курильщика является фактором риска возникновения так называемой меланомы слизистой оболочки полости рта. Что касается патоморфологии, биология опухоли используется для диагностики, ну помимо стандартной световой микроскопии, иммуногистохимическое исследование на ряд показателей. Прежде всего, это SOX10 и SOX100, которые показывают энеректодермальную прожуду опухоли, и тестирование иммуногистохимическими методами на мелан-А и SHAN-B45. Если мы поговорим про молекулярно-генетические особенности этой опухоли, то в структуре молекулярных и генетических перестроек преобладает прежде всего эта мутация в генетический кит, кит, НРАС и БИРАФ. При этом, обратите внимание, что в зависимости от локализации анатомической меланомы слизистой оболочки, варианты могут быть различными. И при этом, в отличие от меланомы кожи, где превалируют все-таки мутации БИРАФ, у пациентов с меланомой слизистой оболочкой превалируют мутации в генетический кит. В диагностике меланомы слизистой оболочки имеют значение очень множество факторов. Прежде всего, нам нужно выяснить анамнез заболевания, жалобы пациента и как они развивались. Попытаться выявить факторы риска, которые могли бы привести к возникновению данного заболевания. Но, опять же, поскольку меланома слизистой оболочкой достаточно редкое заболевание, провести какие-то крупные исследования, особенно перспективные, очень сложно. При выполнении общего осмотра пациента, прежде всего, необходимо обратить внимание на зону региональных лимфатических узлов для диагностики регионального эстетического поражения. Также важен осмотр кожи и слизистых оболочек. Вне зависимости от того, предъявляет ли жалобы пациент на какую-то определенную зону, например, пигментное образование слизистой оболочки полости рта, мы должны обязательно осмотреть все кожные покровы пациента и доступные слизистой оболочке. Очень важным является эндоскопическое исследование, особенно при подозрении на опухоль, которая располагается в полости рта, ротоглотки, в полости носа. А также это особенно важно при подозрении на меломо-слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, поскольку другого способа диагностики порой не бывает. Лучевая диагностика отводится роль при наличии уже местно распространенного лимфатического опухолевого процесса. При этом здесь используются абсолютно все способы лучевой диагностики, которые существуют. Ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, радиозатопные методы исследования, ПЭТ-КТ. И важным является выполнение биопсии. При этом именно гистологическое исследование является превалирующим натостологическим исследованием. Если мы посмотрим на рекомендации НССН этого года, то мы увидим, что основным в диагностике является, безусловно, патоморфологическое исследование. Что касается стадирования. Если мы коснемся стадирования меланомо-стлизистых оболочек, которые располагаются в области головы и шеи, то это прежде всего местно распространенные опухоли. То есть классификация и стадирование первичной опухоли начинается с категории Т3. И, соответственно, есть еще категория Т4, это очень распространенные опухоли, которые подразделяются на категории Т4А и Т4Б. При этом толщина опухоли, безусловно, влияет на вероятность умереть от данного заболевания. И в отличие от меланомы кожи, классификация ТНМ при стадировании меланомо-стлизистых оболочек не подразумевает градацию в зависимости от толщины опухоли по брестлу. Тем не менее, она имеет прогностическое значение, поэтому очень важно при выполнении морфологической верификации сделать так, чтобы в лаборатории доктор-патолог смог оценить именно толщину опухоли меланомо-стлизистой оболочки. Порой это сделать бывает очень сложно ввиду сложных анатомических локализаций, например, синоназальный тракт или опухоли желудочно-кишечного тракта. Что касается стадирования по категории поражения лимфатических узлов, здесь также, в отличие от, например, 8-го пересмотра классификации ТНМ при меланоме кожи, отсутствует подробная градация в зависимости от того, выполнялась биопсия сигнального лимфатического узла данным пациентом или нет. Здесь всего существует три категории — присутствие или отсутствие регионарно-метастатического поражения, либо оно не может быть оценено. То же самое касается и наличия отдаленных метастазов в меланомо-стлизистой оболочке и различной локализации. Если мы посмотрим стадирование именно по стадиям в соответствии с классификацией ТНМ-8, то мы увидим, что существует только третья и четвертая стадия данной опухоли. Что касается лечения, прежде всего локальное лечение меланомо-стлизистой полости носа, то следует обратить внимание, здесь акцент на именно хирургическое лечение. Очень важно выполнить качественную первичную резекцию очага с достижением обязательно отрицательного края резекции. И то же самое имеет место при лечении меланомо-стлизистой оболочки полости рта и глотки. При наличии распространенного процесса имеет место рассмотреть возможность участия пациентов в различных клинических исследованиях, о чем говорят классификации НССН этого года. Что касается хирургического лечения, первоначальная цель — это достижение отрицательного края резекции. Это главный маркер качества выполненного хирургического лечения. Но иногда из-за анатомической локализации достичь отрицательного края резекции бывает очень сложно. Объем резекции определяется анатомической локализацией и техническими возможностями. При этом, вне зависимости от того, как была выполнена операция, существует высокая частота именно местного рецидива, к сожалению, и высокая частота отдаленного метастазирования. И согласно исследованиям, которые были проведены, например, в 2019 году, отрицательный край резекции значимо влияет на общую и безрецидивную выживаемость. На данном графике выживаемости Каплан-Майера вы можете видеть, как драматически снижается выживаемость пациентов при наличии позитивного микроскопического края резекции. При этом, к сожалению, в большинстве случаев хирургическое лечение сопровождается, даже в случае успешной операции, через некоторое время местным рецидивом и, возможно, одновременным возникновением отдаленных метастазирований, от которого пациенты, к сожалению, погибают. Что касается биопсии сигнального лимфатического узла, в случае меланомы слизистой оболочки области головы и шеи, исследований крайне мало, прежде всего из-за того, что распространенность заболевания крайне низкой, провести качественные перспективные исследования порой бывает очень сложно. Но, тем не менее, сейчас биопсия сигнального лимфатического узла не является каким-то стандартом, например, в отличие от лечения меланомы кожи, которая является стадирующей процедурой. Если отвечать на вопрос, выполнять ли селективную лимфодисекцию при наличии локального процесса или местного распространенного процесса, слизистой оболочки в области головы и шеи или другой зоны, то здесь, опять же, ответа нет, и по-мышому рутинно выполнять лимфодисекцию не требуется. Спасибо большое за внимание. Спасибо.